Друзья, всем привет, доброе утро, отличного вам настроения и рабочего дня. Будем его вам организовывать вместе с главным украинцем в Москве Ромой Цымбалюком. Рома, рады тебя приветствовать. Привет, Влад. Ты когда меня так представляешь, я иногда стесняюсь, а потом думаю, блин, тут такая пьянка пошла, высылают дипломатов просто десятками. Вполне возможно, что так оно и будет, как ты говоришь, потому как, знаешь, у дипломатов есть преимущество диппаспорт и неприкосновенность. У меня диппаспорта нет, но зато у нас судьбы с украинской дипмиссией не связаны. Да, ну тогда я тебе задам вопрос вот так. Готов ли ты, кроме всего прочего, корреспондента, главного корреспондента Украины в Москве, выполнить роль дипломата Украины в Белокаменной, скажи, пожалуйста? Только не на общественных началах, вот честно тебе скажу. Но вообще, на самом-то деле, нельзя все перемешивать, можно сколько угодно шутить по этому поводу. Но дипломатия, как говорится, это что-то, что тоньше, чем писает Камарик. Мы же можем вести себя намного свободней на площадке канала «Свободный» и называть вещи своими именами. Многие сотрудники дипмиссии разных стран фактически такой возможности лишены. Да, они смотрят на нас, слушают и просто тихо завидуют. Друзья, поэтому присоединяйтесь и вы к этому. Нажмите кнопку лайк прямо сейчас. Нажмите кнопку лайк и нажмите кнопку подписаться. Нам с Ромой важна ваша поддержка. Мы называем вещи своими именами на канале Ромы Цымбалюка и не боимся быть свободными на канале «Свободный». Друзья, прямо сейчас зайдите, нажмите кнопку подписаться. Нам это очень важно. Ну и предлагаю сразу начинать, обсуждать, потому что событий происходят с каждым днем все больше и больше. Они максимально интересны не только для Украины, не только для украино-российских отношений, но и в мире происходят супер, крутые дела. Украина, как всегда, в эпицентре мировых событий. Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но точно не так, как было раньше. Ты, кстати, ощущаешь, что твоя страна в эпицентре, в урагане просто, да, мировой истории? Ну, будем исходить из того, из вот этого тезиса. Где-то я в российских этих пропагандистов прочитал, что укры потом, во-первых, мало того, что называют себя потомками великих укров, так еще и считают, что Иисус Христос был украинцем. В принципе, если кому-то нравится такой подход, ну и там Черное море, кстати, в актив тоже мы записываем, и от моря, которое мы копали и выкопали, мы тоже не отказываемся. Ты знаешь, ну, я думаю, если смотреть на мировую повестку дня, мы только один из элементов. И понятно, сейчас на фоне вот этой танковой, и не только танковой армады на украинских границах, все на это смотрят, в каком контексте? Потому что война в центре Европы, ну, это же трындец полный. Это не только проблемы смерти у нас. Это беженцы, это снесенные границы на Западе. Потому что, ну, слушай, мы же, знаешь, видим, как происходят российские военные операции. Все как в песне Высоцкого идут солдаты группы «Центр» по Украине. То есть перед нами все цветет, за нами все горит. И, конечно, вся мировая дипломатия, западная в первую очередь, она на этот вопрос смотрит очень внимательно. Почему вся мировая дипломатия? Потому как понятно, что Россия тягается в Украине с Западом. Ну, я не знаю, это какой-то бред, конечно. Но геополитически это выглядит именно так. А все остальные игроки, типа Китая, они смотрят, ага, если Акелла, в смысле Байден промахнется, значит, мы можем отпустить, соответственно, в их зоне интересов что-нибудь свое. Ну, там про Тайвань говорят. В общем, там у американцев, как у глобального игрока, тоже свои дела. Но и они, соответственно, входят в противоречие друг с другом. Поэтому, не знаю, нравится ли тебе теория насчет того, что Иисус Христос был украинец, я бы тогда еще и буду туда вписал бы. Ну, не знаю, пророка Мухаммеда, наверное, мы не будем ерничать на эту тему. Но как-то вот так. То есть мы один из элементов от этой всей картины. И чтобы ее понимать, надо вообще на все смотреть одновременно. И тогда ты поймешь, знаешь, как история сообщающихся сосудов. Где-то что-то произошло, потом раз, а ответка с другой стороны. Вот в нашем случае точно так же. Ну, давай тогда сейчас разбираться поэтапно в этом всем. Насчет пророков и Христа, не уверен насчет его национальности, да, точно до конца. Но то, что он проповедовал на украинском, сомнений у меня вообще нет. Никаких. Давай тогда, раз ты заговорил по поводу танков и армады, которые скапливают российские военно-начальники на границах с Украиной, давай тогда начнем говорить про танки. Все-таки вот прошло две недели, как мы с тобой обсуждаем эту тему. Твои ощущения? Война большая. Все-таки будет? Ой, вы знаешь, по-моему, на этот вопрос не знает ответ даже Путин окончательный. А он повелитель российских танков и ракет. Тут как бы никаких сомнений быть не должно. Тут вопрос в чем-то, понимаешь? Вообще вот эта вот история, она показывает, как в том числе россиянам удается разжигать вот эту вот, знаешь, вот эту волну. У кого-то страх, у кого-то паника, у кого-то агрессия. То есть они чуть-чуть прикрутили на фоне других событий на украинский сюжет. И вроде бы как мы уже думаем, что все закончилось. Хотя на самом-то деле количество танков и артиллерии, которые они согнали к украинским границам, за это время выходные не уменьшились. Но просто я вот как бы демонстрирую, как оно работает. Раз. И стала как бы тема вроде бы такое ощущение, что отошло на задний информационный фон. Понятно, там и телефон Байдена был, и с Путиным. И очевидно, там вопрос стоял, типа, думай, что хочешь, как бы, но Украину не трожь, потому что Акела не промахнется. В данном случае это не 2014 год. И я так понимаю, американцы тоже будут действовать намного решительнее. При всех исключениях. По-моему, так. Действовать решительно, имеешь в виду просто прислать нам какое-нибудь оружие. Мы же не верим с тобой в то, что американская кровь прольется на украинской земле. Правда? Как и любая другая кровь, не говоря уже, да, там, про европейцев. Потому что, как мне кажется, европейцы никогда в жизни не воевали за кого-то и не очень-то их хотят. И вообще, в принципе, все, что происходит... Вот сейчас будет у меня вопрос про заявление о Германии, о том, что происходило во Франции, да, во время визита Владимира Александровича Зеленского. Но вот все, что происходит, мне напоминает очень отчетливо из учебников истории то, что мы называем Мюнхенским сговором, да, 38-й год, когда Чехословакию просто продали Гитлеру. Между прочим, это делала Франция и Англия. Сейчас с Англией поменялись местами, да, и делает это Германия. Но Франция остается в обоиме. У тебя такого чувства нет? Ты знаешь, интересная штука. Во-первых, в последнее время так много на Западе появилось текстов, где Путина сравнивают с Гитлером. Но вот насчет проведения параллелей с Мюнхеном я бы не спешил в данном случае. Во-первых, Украина не Чехословакия, доброса 38-го года. Слушай, мы же реально большая страна. Ну, там, 40 миллионов. Эта страна при всех там наших, как бы, этих вот, кто взад, кто вперед и кто влез под подрова, есть военная структура, которая абсолютно налажена и которая будет функционировать. Это не будет победоносным маршем Российской Федерации. Что касается солдат западных, американских и европейских. Понятно, что за нас никто воевать не будет. Вот я по результатам визита Зеленского в Париж у Константина Елисеева, это дипломатический советник и куратор международки в администрации Порошенко, вот он там написал, типа, что вот Украина должна требовать, чтобы в совместный центр контроля и координации на Донбассе были отправлены немецкие и французские военные. Ну, понятно, что на этот момент не пойдет. И американцы тоже не пойдут на это, потому что это называется столкновение с ядерной державой. Ну, в общем, куча-куча нюансов. Но когда ты говоришь, вот поставят только оружие, ну, так это же ключевой вопрос, какое оружие, какие системы. То есть, фактически, сейчас есть средства поражения, которые просто сделают неприятным для российской стороны вторжение. Вот и все. То есть, понимаешь, они же тоже люди. Вот я при всей этой, знаешь, дебилизации пропаганды российского общества могу тут с уверенностью сказать, что они, может быть, и хотели бы еще кусочек Украины, но только на шару. А вот если ты скажешь, что у человека спросишь, но имей в виду, что тебя лично будут призывать в армию по мобилизации со всеми вытекающими последствиями, скажешь, да ну, нахрен эту Одессу, поедем в этот, в Таганрог или еще куда-то. Поэтому эта история, она как бы, ну, она не соответствует, по моему мнению, размышлениям на тему Мюнхенский сговор. Пойми, я абсолютно убежден, что Украину никто не может слить, потому что, а, Украина это не жидкость, а Украину могут сдать только сами украинцы. А те, кто борются, а мы боремся при всех сложностях, тем всегда помогают. Окей, принимается. Тогда переходим к следующей теме, друзья, перед этим нажмите кнопку лайк, нажмите кнопку подписаться, не забывайте об этом, для нас важна ваша поддержка. Тогда давай поговорим о том, что произошло во Франции, что произошло позже в Турции или раньше произошло в Турции, мы к этому тоже обязательно придем. Но вот все-таки, что произошло в Германии и во Франции. То есть, нас активно принуждает выполнять Минские соглашения, при том, что мы понимаем, что мы их не будем выполнять. Я правильно понимаю ситуацию? Ну, что значит принуждают? Ну, ты имеешь в виду, что западные партнеры предлагают Украине уступить Владимиру Путину по вопросам войны и мира по Донбассу. Я с таким тезисом абсолютно не согласен. Я убежден, что, еще раз, никто не может заставить Зеленского и действующую властную команду, ради каких-то, какие бы слова ни звучали со стороны западных партнеров, пойти на предательство. Это первое. Во-вторых, я вообще хочу задаться вопросом. А кто сказал, что Украине предлагают капитулировать? Ну, кто это сказал? На основании чего делаются такие выводы? То, что россияне эти вещи закидывают в информационное пространство, не без этого. То, что они пытаются, немцы с французами, сдвинуть Минский процесс с мертвой точки, ну, я их поздравляю. Вы можете как угодно, дорогие наши союзники западные, этот процесс называть. Я имею в виду, сейчас уже там, ну, ты же помнишь, там при Петре Алексеевиче, после подписания Минских соглашений, когда все стало в стопор достаточно давно, предложили подписать дорожную карту выполнения Минских соглашений и прописать вот это, что, зачем следует. Сейчас это называется 12 кластеров. Можешь назвать это 12 шагов к миру. Можешь назвать это 12 прыжков к миру. Мы же помним, кто наскачет той москаль. То есть, как угодно. Но вопрос в чем? Если это вся история, она должна иметь конкретную цель. Вот конкретная цель, она дуже проста, очень простая. Докупация территории происходит или не происходит? Если деоккупации территории не происходит, то, друзья мои, зачем тратить свою энергию на все вот эти вот вещи? Вот ты в своем вопросе сказал, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Я хочу тебя поправить, что это не все так, ну, как бы, просто. Что значит не хочет? У нас все законы приняты еще предыдущим составом Рады в первом чтении для того, чтобы провести, как бы, эту ситуацию, выйти из, перейти в политический процесс. И про особый статус. У нас есть закон. У нас есть закон, о чем там еще? Об амнистии. Ты знаешь об этом? Законы, которые привели украинское общество, часть общества просто в шок от того, что зрада-зрада. Но почему это все остановилось? Ну, все очень просто. Когда Кремль просто показал, что, вы знаете, а нам нахрен ваш компромисс не нужен. Нам он, в принципе, не нужен. Теперь, что касается админских соглашений, Украина не выполняет. Но я с тобой здесь не соглашусь. Потому что, когда вопрос стоит, первый пункт, это вопросы безопасности отвода вооружений. Там же линия прописана. Линия. Так вот, если вспомнить этот документ, то российская сторона, хорошо, неназванная сторона, но де-факто российская сторона должна отойти от линии от Минска-1. Это хрен знает куда. Это за Дебальцево. В общем, надо идти и идти в сторону российской выграницы. Ты видишь хоть одно движение в этом направлении? Я не вижу. Теперь, что касается особого статуса. Во-первых, в минских соглашениях написано порядок местного самоуправления отдельных районов Луганской и Донецкой области. Еще раз. Никаких республик там нет. А нам позиционируют вот эти квази-государственные образования, по сути, оккупационные администрации, как какие-то независимые государства. Но что же это за бред? Ну что это, Влад, за бред? Внимание, кто стоит горой за вот эти вот аббревиатуры два раза по три буквы? Кто? Российская Федерация. Вот тебе и ответ на все. Поэтому, еще раз. В данном случае дипломатия не сработает. То есть наша задача в каком плане? Не сработает дипломатия в части декупации территории. Это будет или не будет делать украинская армия? Тут у меня никаких сомнений нет. Но что касается, чтобы сковать Российскую Федерацию разговорами за круглым столом и не допустить дальнейшей эскалации, в теории при каком-то оптимальном или идеальном расположении звезд и международной повестке, в принципе, такие шансы есть. Тут же вопрос стоит о чем? Не о реинтеграции Донбасса, а хотя бы не потерять то, что осталось. Вот поэтому не надо тут вот этих вот... Украина не выполняет минские соглашения. Я даже хочу тебе сказать, что у нас говорят и про амнистию, у нас говорят. Просто говорят, тот, кто резал головы, тот, кто насиловал, тот, кто совершал военные преступления, ну какая же им амнистия? Ну какая им амнистия? Всем остальным вот этим дуракам, которым вместо учебы дали автомат. Ну если ты никого не убил, ну что? Ну амнистировать надо, а что остается? Будешь ходить в СБУ, отмещаться. Я все осознал, был дураком. Люблю Украину. Пчу украинскую мову. Ласка вопросом на украинский Донбасс. Ну то есть, но все эти моменты, они не работают по той причине, что там русский флаг, российский флаг, флаг Российской Федерации. Они его убирать не хотят. Поэтому, понимаешь, даже вот французы, немцы, они могут обняться вместе. Макрон с Меркель как бы. Посадить, знаешь, как это? Сделать такую игру бутерброд. Макрон посередине Зеленский, а дальше Меркель. Вот они вот так вот обнялись все вместе. Но дядя Вова из ко мне посмотрит, ну вы просто даете. Все-таки Европа такая Европа. А мы оккупанты, мы никуда, Кремль оттуда не уйдет. Да, ты когда, между прочим, говоришь по поводу невыполнения, то есть я говорю не выполняет, я же имею в виду контекст не вины Украины, в том, что мы не выполняем какие-то договоренности. Я имею в виду в том, что прописано там, это неприемлемо для нашего государства. И понятное дело, что мы выполнять эти договоренности не будем, потому что они бессмысленны для нашего государства. И вот ты сейчас, когда говоришь, ты же повторяешь эти слова, о том, что Германия и Франция вот как раз и пытаются склонить выполнить нас то, что мы выполнять не собираемся, потому что это вредит нашему государству. Но они, по сути, и продают нас, но чем не 1938 год-то? Ну, послушай меня. Во-первых, я не вижу никаких изменений на земле. При всех там изменениях это только стягивание российской группировки. Понимаешь, они же ведут переговоры не только с нами, они же ведут переговоры и с Кремлем. Просто мой прогноз, что переговоры с Кремлем по Донбассу закончатся ничем. Поэтому я говорю, что ничего из этого не получится. Но так оно устроено, это дипломатия, что люди пытаются как-то на эту ситуацию с новой стороны посмотреть. Ты знаешь, вот ты говоришь невыполняемые минские соглашения. Вот сегодня я делал видео, там, где Захарова, удивлялась. Вот мы про турков еще поговорим с тобой, что поставка беспилотников в Украине это противоречит минским соглашениям, потому что там и нет нигде пункта про поставку оружия в Украине. А я думаю, ну там же нет пункта про поставку оккупированного в Донбасс у российского оружия. Но оно почему-то там есть. Поэтому, понимаешь, там все упирается в вопрос выборов. Они говорят, что сначала выборы, потом граница. Но раз там нету пункта о поставке российского оружия, не хотите поставить на границу, чтобы передать границу Украине? Не хотите? Ну ладно, документ в Минске написан по-дебильненькому, не без этого. Но тогда, раз мы не можем провести выборы по украинскому законодательству с открытой границей, тогда кто там должен быть? Миротворческая миссия, кто-то должен контролировать независимую границу. И все, Антон, понимаешь, вот это с 2014 года это все обсуждается, а русские говорят, нет, 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 как бы, вы должны проводить, это мы должны проводить выборы на оккупированной территории, по вашему законодательству вы должны это признать, но при этом мы будем, а, не только определять, кто будет участвовать в этих выборах, кого допускать, а кого нет, а кого на подвал, если там какой-нибудь дикий Укр случайно заедет баллотироваться, причем из-за позажа, его на подвал дурака посадят, вот, а мы еще будем определять результат, ну, кому такие выборы нужны. Поэтому, еще раз, я при всей сложности ситуации не склонен считать, что Франция и Германия подталкивают нас к сдаче своих национальных интересов в пользу России. Еще раз, это не одно и то же, когда они пытаются, как бы, процесс оживить, это не значит, что они предлагают отъехать нам. Вот, по всем этим результатам телефонных разговоров, что Песков говорит, когда там Путин с Меркель поговорит, у них там они, у них была беседа и на троих, Меркель и, соответственно, Макрон, к чему они пришли? Песков говорит, западные партнеры хотят, чтобы мы пошли на компромисс. Но, ты чувствуешь, как бы, где тут зрада? Зрада нет. Я говорю, что этот закрытый процесс, и в этом плане, я считаю, что нам надо расслабиться, потому что у действующей властной команды, по-моему, чувство самосохранения появилось. Если будет зрада, как бы, ну, все будет, будет восстание в Украине, а это никому не надо. Крайний вопрос об этом блоке, все-таки, визит Владимира Зеленского во Францию со знаком плюс прошел, или со знаком минус? Да, тут вообще ничего нет. Zero, понимаешь? Почему? Ну, никаких договоренностей я не вижу. Обычно, так как дипломатическая практика, предполагает, что после совместных переговоров главы делегации проводят совместную пресс-конференцию. Тут даже этого не было. Я не знаю, о чем они там договаривались. Наверное, думали, чтобы чуть-чуть русские подвинулись, и чуть-чуть мы подвинулись. Я вообще по этому поводу не переживаю, по той причине, что нам двигаться некуда. Понимаешь? Вот нам реально двигаться некуда. Да мы и так потеряли 400 километров украино-российской границы. Поэтому, ну как? На то она и дипломатия. У нас Зеленский главный дипломат. Пусть пробует. Созванивается с Байденом, с западными лидерами, еще с кем-то. Но, понимаешь, ты не можешь... Вот, понимаешь, что для нас плюс? Для нас плюс это процессы, которые ведут к деоккупации территории. Этих процессов не наблюдаются. Ну, да, приятно было поговорить, услышать, что Зеленский хочет в НАТО, хочет в ЕС. Он там дал несколько интересных интервью западным центральным средствам массовой информации, газетам самым популярным. Ну, значит, плюс. Но глобально пока мы на месте. И это тоже неплохо, понимаешь, что очень важно. Давай немножко еще останемся в Европе. Хочу у тебя спросить по поводу заявлений Германии относительно Северного потока национальных интересов. Наконец-то в Украине люди начинают приходить к этой реальности. То есть, мы начинаем понимать, что Европу интересуют их национальные интересы. И никто заставляет своих граждан страдать. ущерб своей экономике не будет из-за какой-то Украины. Северный поток-2. У тебя не осталось сомнений, что будет достроен? Ты знаешь, есть еще последнее слово американской стороны. И ты это, знаешь, подожди, ты как-то слишком трагично подошел к ситуации. Ну, во-первых, давай в самый главный пункт. В такой стране, как Украина, нужно учиться жить без российского транзита. чтобы мы от этого не зависели материально. Ну, это вот, знаешь, как это в контексте размышления, не завести нам ядерную бомбу. Многие считают. А я говорю, идея неплохая, но для начала нужно научиться на себя хорошо зарабатывать самим, когда у тебя есть достаточно денег для всего в своей стране. и если ты думаешь, ну, а действительно, давайте и тогда над этим вопросом подумаем. Здесь точно такая же история. То есть, надо максимально быть экономически независимым от российского агрессора. Это первое. Теперь, что касается самого Северного потока-2. Ну, во-первых, да, то, что я тебе сказал, еще есть американский дядя Сэм, который, он как раз сейчас размышляет, ввести санкции против своих партнеров в Европе или не ввести. Поэтому вполне возможно, я тоже склоняюсь к той мысли, что физически труба будет достроена, но это не значит, что все пропало, как это ни странно. Там еще будут года, когда они будут лицензировать этот газопровод, а самое главное, сейчас в той же Германии происходит масса таких политических процессов, у них же выборы в осене, осенью, и на этих выборах с большой вероятностью в коалиции будут, например, зеленые, которые категорически против этого трубопровода. Там есть силы, которые, мягко говоря, не настроены настолько на сотрудничество и на диалог с Москвой с любой ценой. Но с тобой я согласен, что какая бы команда не была бы в Германии у руля, они все равно понимаешь, будут нацелены, что с Москвой нужно говорить. В этом как бы смысл есть. Просто вопрос, к чем эти разговоры закончатся. Поэтому я бы ситуацию просто не драматизировал не спеши. Газовый Мюнхен в предрекате. И еще впереди у нас этот газовый Мюнхен, судя по всему. Друзья, переходим к следующей теме. Событий много, поэтому долго не обсуждаем, не остаемся на одном месте. Вы не забывайте прямо сейчас нажать лайк, нажать кнопку подписаться. Мы называем вещи своими именами на канале Ромы Цамалюка и не боимся говорить обо всем этом свободно на канале Свободный. Заходите, нажмите кнопку подписаться, нам важна ваша поддержка. Ну и мы чуть-чуть подходили уже к теме Турции, потому что был также визит Владимира Зеленского в Турцию, но перед этим хотел бы с тобой поговорить о том, что происходит в Чехии, что происходит с дипломатами по поводу взрыва складов, боеприпасов. Чехия, которая традиционно, как мне кажется, поправь, если я заблуждаюсь, правительство близким считалось к Кремлю. Про президента Чехии в принципе, наверное, говорить не нужно, потому что кажется, что у него греет где-то во внутреннем кармане паспорт Российской Федерации, его душу и карман внутренние, как бы это ни звучало. Но, тем не менее, Чехия, которая казалась такой близкой, попала в эпицентр дипломатического скандала, высылают дипломатов, все рушится. Как это произошло и что комментируют, что говорят об этом вообще в Москве? Ну, в Москве к этому привыкли. Понимаешь, таким странам, как Чехия, эти высылки могут быть действительно болезненные в том плане, что в рамках мирозаимности из чешского посольства выгнали фактически всех представителей. Практически всех. То есть эти же страны не являются гигантскими, у них нет этого катка баширов и второй деятелей, что они раз новый состав прислали, понимаешь, раз новый состав прислали на замену. То есть такой интересный вопрос. Но я так понимаю, что наших чешских друзей, когда они разобрались с ситуацией и поняли, что российские диверсанты взорвали склад, как об этом говорят на территории их страны в 2014 складу, а этот воинский арсенал оттуда или поступало, поступали боеприпасы, или планировались отправлять боеприпасы для вооруженных сил Украины в 2014 году в разгар боев. Я думаю, что сейчас это уже не является секретом, что все бывшие страны Варшавского договора и страны Балтии, они фактически все свои излишки по боеприпасам все передали Украине в рамках поддержки нашей страны и нашей армии. И вот эта тема интересная, там же двое чехов погибло в 2014 году. То есть они, наверное, если проанализировали это все и посмотрели, что нифига себе, это же реально гопота. В результате чего гибнут люди не только на востоке Украины, но и в центре Европы. То есть все тут пылает, это топ-тема. Русские действуют следующим образом, россияне. То есть это русофобия, это разжигание антироссийских настроений, нас там и нет, это не мы. И вообще вы подхрюкиваете американцам и все делаете ради обложения своих американских хозяев. Короче, я все это где-то уже слышал, и эта формула, она припоменяется фактически ко всем. Я вот думаю, когда они в отношении американцев будут уже говорить точно в таком же ключе, что это тоже сами американцы, какой-то там, я не знаю, какой-то закрытый клуб заставляет американский народ страдать в противостоянии с Россией. Ну, в общем, интересно, но вот эта тема, она украинскую повестку, конечно же, передвинула. Это факт. То есть мы немножечко на заднем фоне остались, хотя танки на границе как были, так там и находятся. Еще тут есть версия, что это все сделано для того, как вот пропаганда российская в переводе стрелки, что вот Чехия принимала участие с другими странами НАТО в свержении Лукашенко, потому что там каких-то политологов Лукашенко по указу Лукашенко задержали они сейчас в СИЗО, что они якобы готовили нападение, свержение власти, ну и, соответственно, ликвидации самого Александра Григорьевича. В общем, все намешалось в этом, но вывод какой, что Россия это токсичный партнер для всех становится, и сколько бы французы и немцы не пытались, как бы, знаешь, усидеть на двух стульях как бы в процессе своего диалога все равно они, как мне кажется, будут вынуждены активнее действовать на российском направлении. Слушай, я единственное, что стесняюсь у тебя спросить, а что, за 7 лет Чехии не смогли разобраться, кто там и что подорвал, и вот прямо в этот момент внезапно, о боже, мы поняли, что произошло в 2014 году, ну смешно же, немножко хотя бы. Ну, видишь, дипломатия дело тонкое, вполне возможно, что эта информация была получена до этого, тут, ну, понятно, что такие действия, там, высылка на 18 российских дипломатов, это политическое решение, и это политическое решение принимает, как ты сказал, пророссийское руководство Чехии, хотя, как выяснилось, есть некоторые изъяны в этом, в этой пророссийскости, тут я тебе не могу сказать, потому что я не знаю, но вполне возможно, что этот кейс был, и тут они посмотрели, что происходит, ну давайте мы присоединимся к общему Махачу, тут же нашего консула в Питере выслали, мы, соответственно, российского дипломата, и, короче, тут главное, знаешь, я думаю, странам Запада нужно всех дипломатов, которых они выслали, переписать и между собой договориться, что не принимать этих товарищей в других европейских странах, а то он, понимаешь, из Праги переедет, допустим, в Киев, или из Киева в Прагу, или из Праги, допустим, в Великобританию, и будут заниматься своими нехорошими делишками, то есть, пора заводить этот отдельный раздел на миротворцы, ну, не обязательно публичный, конечно. Да, но когда дипломатический махач, да, уже идет, значит, во всю мощь, что называется, главное, чтобы это все не переросло в настоящий махач, при том, что по-прежнему все эти танки сосредоточены на украинских границах. Согласен, но не видишь, как бы, если Путину удастся всем доказать, что он президент великой страны, без стрельбы, а только высылка дипломатов, ну, ради бога, в конечном итоге, понимаешь, от этого же ничего не меняется, от, ну, сейчас, одни дипломаты уедут, приедут другие, ну, так всегда работает, просто, знаешь, практика такая, что о том, когда высылают дипломата, все газеты, все информагентства дают срочные сообщения, а когда приезжает кто-то другой, почему-то все молчат, потому что это вроде как уже не является новостью, то есть жизнь на этом совсем не останавливается. Да, ну и переходим к ранней теме на сегодняшний день, которую мы анонсировали, да, вот к ней наконец-то и перейдем, речь пойдет о Турции, но перед этим, друзья, мы опять призываем вас нажать кнопку лайк, нажать кнопку подписаться, мы называем вещи своими именами на канале Рома Цимбалюка и не боимся говорить об этом всем свободно на канале Свободный. Друзья, обязательно заходите, нажмите кнопку подписаться, тем более, что, кстати говоря, Рома, расскажу тебе, записал потрясающее интервью с главой комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий, особенно интересна первая часть, это Дмитрий Лубинец, который сам из Донецкой области, недалеко от линии сокоприкосновения, и который с 2014 года рассказывает, в СБУ передает документы, кстати, в том числе и Аксенова, который получал российский паспорт, и обо всем этом он рассказывает, о том, как продавали Донбасс, о том, как сепаратистам разрешали с российскими паспортами там жить, работать и развиваться, и, собственно, что привело к тому, что Аксенов стал, или выбрали его народным депутатом, человек, у которого есть российский паспорт. Ну, в общем, тебе тоже рекомендую обязательно зайти посмотреть, очень интересно. Так вот, Турция, заявление Эрдогана о том, что он не хочет поддерживать или вмешиваться или присоединяться ни к одной из сторон. Это пощечина дипломатическая Украина или Россия? Как ты считаешь? Слушай, ну, понимаешь, жизнь все-таки так не устроена, она не черно-белая. Когда Владимир Александрович Зеленский делали заявление для прессы вместе с Эрджеп 25-го квартала, по той причине, что военно-техническое сотрудничество наших двух государств развивается очень-очень активно, и это не только байрактары, о которых вот частенько мы любим поговорить, помечтать, как они будут обнулять российскую военную технику на оккупированных территориях, там все намного-намного шире. То есть, понимаешь, Турция может заявлять, ее президент может заявлять все, что угодно, вопрос, кто что делает. В данном случае у нас в этом плане действия такие, которые говорят, что если использовать твою лексику, это пощечина в сторону России. Ты думаешь, они просто так чуть ли не на следующий день запретили полеты российских туристов в Турцию, чтобы ну, это же деньги, то есть, там сколько, 500 тысяч человек купили, россиян купили путевки, ты представляешь, сколько бабла они бы туда привезли в Турецкую республику, а тут теперь оказывается без этого. То есть, это пощечина на пощечину, в результате чего, ну, в смысле, это очередной такой этап российско-турецкой зарубы, но смысл в чем? Турция теперь вип-курорт, там нет русских, так что будет у тебя время, как-то оказывать, в ПРЭД. Да, но смотри, вот шутки в сторону, Украина является для Турции разменной монетой в взаимоотношениях с Россией. Ну, слушай, где-то, что-то ты сегодня совсем пессимистично настроен, какая же разменная монета, если они помогают и укрепляют украинские вооруженные силы? Ну, какая же это совсем бесплатно, там турецкая пресса активно пишет по поводу Матарсичи, которая может перейти под управление Турции, кстати говоря. Там много чего пишут, но очень редко бывает, что когда две независимые страны, которые, кстати, ведут одновременно войны на разных театрах военных действий, очень часто так бывает, что функция ленд-лиза не используется. А как ты хотел, турецкие рабочие, турецкие инженеры создали прекрасное орудие убийства, чтобы нам его отдали только на основании того, что Иисус Христос был украинцем, о чем мы говорили в начале программы. Сейчас эта тема, она не работает. у них есть эксклюзивный товар, который они могут продавать нам, а могут и не продавать. Вот они нам его продают. Поэтому, ну какая же это разменная монета? Влад, еще раз. Для того, чтобы мы активно повоевали с Россией в будущем? Влад, давай еще раз. Что значит активно повоевали? нас ставят в ситуацию, что если будет новая эскалация боевых действий, то воевать придется. Но я же тебе сначала что сказал? Что на сегодняшнем историческом этапе нам главное удержать то, что осталось. То есть, это значит, что мы наступать не будем. Сколько бы российские пропагандоны не кричали, что вот даже либеральные СМИ, это вообще, я просто в шоке, как бы, они все тут раскручивают вот эту тему, что Украине выгодна война с Российской Федерацией, ну идиотизм вроде бы, я не там аргументы придумываю. Я говорил тебе про эхо Москвы в прошлом выпуске, и ты, кстати говоря, как раз собирался на эфир. Как тебе? Ну, эпический эфир был, я тебе ссылочку пришлю, но смысл в чем? Сколько можно вот этот вот подход, что кто-то Украину сливает? Украине вообще никто ничего не должен, по большому счету. Поэтому Украину может слить только сама Украина. А то, что у нас со всем западным миром и гигантскими темпами развивается военно-техническое сотрудничество, это очень-очень круто. Ты там про Моторсичс говоришь, я не знаю, как там они этот вопрос разрубляют, но дело в том, что кроме Байрактаров, там же турки придумали новую версию, стратегический беспилотный летательный аппарат, который, ну, по своим техническим характеристикам соответствует тому, что делают американцы, когда машины там десятки, тысячи километров пролетают до места выполнения задания. Вот у них тоже такие будут беспилотники, которые будут оснащены нашими двигателями. Слушай, раз я вообще считаю, что в этой всей системе, когда речь идет о таком чувствительном отрасли промышленности, то надо, если ты уже заключаешь какие-то там торговые сделки, нужно это делать странами, которые не являются твоими союзниками и не являются противниками твоих союзников. Потому что с Китаем сделка, тот, кто на это пошел, он просто придурок по той причине, ну, а вы что, не знали, что у американцев и китайцев колоссальная заруба? Все же об этом знали. Знали. А в нашем случае это не внешнее управление, к сожалению, моему, а реальный момент, что в случае какого-то обострения апеллировать мы будем именно к Соединенным Штатам. Ну вот, кстати, вот и вот, это вот история прошлой недели, когда Байден стал главным украинским дипломатом во время переговоров с Путиным. То есть, все будет хорошо, ударных беспилотников у нас будет больше, потом появятся боевые машины другого класса, гляди, гляди, ну, может, Москву бомбить не будем, как бы, мы же не, не зря же украинец был, Иисус Христос был украинцем, но готовиться к обороне себя, это единственный здравый путь в данной ситуации. Друзья, на этой позитивной ноте я думаю, что нужно заканчивать, потому что это действительно позитивная нота. Прямо сейчас нажмите кнопку лайк, поддержите нас, нажмите кнопку подписаться, мы называем вещи своими именами на канале Ромы Цемблюка и не боимся быть свободными, друзья, на канале свободный, зайдите, нажмите кнопку подписаться, нам с Ромой важна ваша поддержка. Рома, тебе большое спасибо за время, за позитивный настрой в конце разговора, ну и самое главное, будь осторожен в Москве. Спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова